Из чего складывается стоимость электричества и почему в каждом регионе цена на него разная? Отечественные эксперты в области энергетики ответили на эти вопросы, а также рассказали о нынешнем состоянии отрасли в Казахстане. Если что и есть в Казахстане дешевого, так это электричество, говорят эксперты. Нам самим возможно так не кажется. Но если сравнить цены за киловатт в нашей стране с соседними, можно смело сказать, у нас один из самых низких тарифов в мире, уверяет кандидат экономических наук Алишер Курбаналиев. Он также рассказал, почему цена различается в зависимости от региона. Конечный тариф у конкретного потребителя зависит от того, кто является его поставщиком, то есть у какой электрической станции он покупает электроэнергию. Плюс к этому зависит еще сумма затрат на транспортировку энергопередающей организации у этого конкретного потребителя, чтобы доставить ему электроэнергию от конкретной станции. При этом зачастую станции находятся в другом регионе, нежели сам потребитель. Невозможно представить жизнь современного человека без электричества. Любые перебои в передаче электроэнергии останавливают практически все процессы, будь то быт, бизнес, медицина, производство или творчество. Однако состояние такой необходимой энергетической отрасли в Казахстане далеко от идеального, вынуждены признать эксперты. Поэтому в будущем возможны перебои и отключения. Избежать этого можно, обновив сети и оборудование, что в свою очередь скажется на цене для потребителя. Скажу сразу, что это закономерный общемировой экономический процесс. Вот, допустим, почему растет стоимость на продукты, технику, автомобили и так далее. То же самое происходит с электроэнергией, как товаром. При ее производстве, передаче, энергетические компании несут определенные расходы. Так вот, величина этих расходов ежегодно растет, хотя бы по причине инфляции, что и отражается, собственно, на стоимости электроэнергии. Еще один интересный факт от эксперта. В Казахстане для рядового потребителя стоимость электричества значительно ниже, чем для бизнеса. Тогда как в мире производители платят за энергию заметно меньше. Зато потом их товары дешевле в цене и более конкурентно способны на мировом рынке. И, возможно, это тот опыт, который стоит перенять и нашей стране.